Инвалидность не приговор. Это на своем примере доказал крымчанин Юрий Лишаев. Он, инвалид первой группы, сам поднял себя из инвалидного кресла и вернулся к своим увлечениям – скалолазанию и плаванию на каяке. На днях он общался с запорожскими журналистами. Юрий Лишаев привык все делать самостоятельно. В одиночку лазает по скалам, погружается в глубины пещер, летает на параплане. Один из таких полетов закончился трагедией. Результат – травма позвоночника и прогноз врачей – жизнь в инвалидном кресле. Два года Юрий работал над собой и встал с коляски. И при этом не забросил свои увлечения. Говорит, главное понимать – травма не приговор. Все-таки я своей акцией пытаюсь еще инвалидов подстегнуть, что, ребята, жизнь яркая и красочная. Главное – не бояться жить. Потому что для нас созданы все условия, чтобы мы сидели возле подъезда, читали первую полосу газет и беседовали о политике. Я же считаю, что надо жить ярко и красочно. К опасности на воде Юрий Михайлович относится спокойно. Рассказывает, были случаи, когда каяк переворачивало. Но ни страха, ни волнения перед водой не испытывал. Ну, перевернуло, перевернуло. Ну, вода, конечно, прохладная была. И в апреле, в начале мая там заморозки были. То есть утром в каяк садишься, а у тебя это самое. Я чуть не подрасчитал, поэтому теплые рукавицы, ну, я им теплые носки вместо рукавиц одевал на руки. А днем уже нормально становилось. В среднем день Юрий Лишаев проходит 60 километров. Пока добирался до Запорожья, успел проплыть почти две тысячи. Усталости не чувствует. Подкрепиться всегда есть чем. Да и рядом надежные помощники. В Запорожье Юрия Михайловича встретили единомышленники-каякеры, которые сопровождали его от Днепрогесса до Дубовой рощи. Я этим человеком восхищаюсь. Я бы так не смог, наверное. Но этот пример меня вдохновляет, окрыляет. Пускай они для таких путешествий, но тем не менее есть планы. Сегодня заядлый экстремал прошел Россию и Белоруссию. Теперь планируют дойти до Херсонеса. Своими усилиями доказывает – инвалидность не приговор.